демонстрировать все достоинства принципа максимума. Ну вот я его и напомню. Итак, у нас есть система. Давайте ее вспомним. x1 с точкой равняется x2 плюс u1. x2 с точкой равняется минус x1 плюс u2. Понятно, что в этом случае матрица имеет вид маятника 0,1 минус 1,0. Ну, она специально выбрана, так как при этом масса вещей упрощается, сокращается. Ну и, соответственно, согласованы эти самые начальные и конечные множества и область управления. Значит, область управления здесь шарик радиуса S1 от 0. Ну, а начальные условия договорились стартовать в момент времени 0. Принадлежит множеству M0. Это есть шарик радиуса π с центром в точке 3π0. Все на плоскости происходит. Ну, попадаем в конечный момент времени на множество M1, которое есть просто шарик радиуса π с центром в точке 0,0. Ну, и хотим минимизировать время перехода по всевозможным. Ну, здесь как бы измеримый класс избыточен, но можно считать его измеримым, хотя реально он вообще гладкий. Реально можно работать в гладком случае в данном. Для данной конкретной задачи, потому что оптимальное управление будет гладким. Ну, давайте вспомним геометрию. Пригодится как-никак. Что мы имеем? Вот у нас множество конечных состояний. π, π. Значит, если масштаб брать, ну, 2π и 3π. Ну, 4π дадим на одно. Это множество начальных состояний. Это множество начальных состояний. Значит, это М1, это М0. Это М0. Ну, шарики, понятно, заполненные. Шарики заполненные, значит, у нас целиком. Ну, реально, как вы понимаете, в силу принципа максимума условий трансверсальности основную роль играют границы этих множеств. Там именно все события происходят. Более того, принцип максимума, как вы помните, это граница множества достижимости и множества управляемости фактически. То есть, все события происходят там. Значит, ну, давайте здесь плоскость x1, x2. Ну, и, значит, что мы начали потихонечку. Вот первое, что мы пошли по исследованию, это принцип максимума Пантрягина. Первое – это условия максимума. Собственно, у от t на psi от t равняется опорной функции к множеству у большое в направлении psi от t. Ну, это есть норма psi от t для шарика, как мы помним. Это верно для почти всех t на отрезке t0, t1. Но в нашем случае, когда здесь максимизатор легко находится, это psi от t на норму psi от t. Ну, и выбирая, выбирая psi от 0 равным 0, э, psi от 0, выбирая на единичной сфере, так как здесь у нас произвол. Пси определяется с точностью до множителя. Поэтому, значит, мы этот произвол убираем. Будем выбирать все на единичной сфере, так как это равносильно с точностью до ненулевых пси. Значит, ну и тогда, с учетом того, что psi от t в нашей ситуации, это есть что такое? Это есть е в степени минус t, а со звездочкой psi от 0. Пси от 0, ну или то же самое, что е в степени t, а, psi, в силу кососимметрического вида, psi от 0. Мы с вами отсюда моментально получаем, что норма psi от t тождественно равна единице. Дождественно равна единице, так как просто вектор поворачивается как-то. И какой он был в начальный момент, такой и остался, подлиннее. Ну, а тогда можно дальше переписать. И оказывается, вот в данной конкретной задаче у от t равно psi от t. Ну, а psi от t, как видите, гладенькая, никаких проблем не имеющая функция. Так сказать, это самое, по t. Поэтому, ну, вот управление имеет гладкий вид. Второй момент – это условия трансверсальности на множестве m0. Значит, начальная точка у нас определяется, ну, вот из такого соотношения. Определяется. Здесь нам везет, казалось бы, да, но реально, если это произвольный вид множества, то здесь возится и возится. Это у нас так красиво геометрически получается. А в реальности, когда множество m0 может иметь хитрый вид, ну, это не так красиво, как кажется. Значит, и так как с 0 на psi 0, это есть cm0, на что там, на psi от 0, в направлении psi от 0. Ну, и мы видели, что отсюда вытекает, что вот x от 0 можно записать как точка, ну, опорная функция, это, значит, 3π на psi 1 от 0 плюс π на норма psi от 0. Норма psi от 0. Если посмотреть на опорную функцию множества m0, тогда, то есть мы что делаем? Вот у нас, если абстрактно, я его длинным нарисую, вот это вот вектор сонаправленный psi нулевое. Ну и что мы делаем? Мы его откладываем из точки 3π, чтобы найти максимум, да, в какой. Параллельно переносим в точку 3π0, переносим в точку 3π0, откладываем его, то есть вот пишем psi от 0 сюда, ну, а дальше надо на шарик посадить, то есть сам-то он маленький, на самом деле это сонаправленный вектор, а сам он единичной длины, но чтобы он вышел на шарик, нам его надо поднять, значит, вот он тоже psi от 0, вот точку дает, ну, можно его вот так нарисовать, вот этот вектор, значит, в этом направлении, скажем, отложили от этой точки, значит, psi от 0, ну, чтобы выйти на шарик, надо умножить на π, чтобы выйти на шарик, надо умножить на π, то есть мы берем единичный вектор, psi от 0, откладываем от этой точки и дотягиваемся до шарика, дотягиваемся до шарика, ну, и тогда, значит, эта точка и определится, точка и определится, ну, а в этом, в третьей комбинации, это когда мы имеем условия трансверсальности на правом конце, минус psi от t1, здесь еще везет, в линейном случае мы знак знаем, вообще говоря, знак это не так просто, минус psi от t1, ну, это есть что, π на норму psi от t1, ну, минус давайте поставим, хотя это не важно, минус или просто psi от t1, никакой роли не играет, значит, в этом направлении надо достичь максимума, ну, понятно, надо что сделать, скажем, ну, куда-то он идет, вот так, пускай вот это будет, там, минус psi от t, то есть сам вектор psi от t1 туда смотрит, сюда смотрит вектор минус psi от t1, условно, ну, и надо что сделать, чтобы, ну, то же самое, взять его, он уже единичной длины, и вытащить его до шарика, ну, вот этот вектор, вот он, вот это и будет минус psi от t1, это все я сонаправленный рисую, поэтому x от t1, в данном случае он прямо из нуля и выходит, это просто минус π на psi от t1, ну, вот, собственно, все, что дал принцип максимума, а дальше, на самом деле, ничего не ясно, это все хорошо, а как оптимально это искать, понимаете, вот это всегда вопрос, вот что дал принцип максимума, ну, да, конечно, классно, у от t psi от t, psi от t мы даже знаем, вот написано, это самое, но что делать, как говорится, как вы видели, да, эти условия тоже дали, ну, psi от нуля мы не знаем, psi от t1 мы не знаем, короче, тут масса неизвестного, значит, это сам, поэтому каждая задача оптимального управления, целый мир, с которым надо потом работать, ну, в данном случае все замыкается легко через формулу Каши, через формулу Каши, ну, давайте ее вспомним, значит, берем траекторию нашу x от t, значит, будем считать оптимальную, естественно, e в степени t, а, тогда что это будет? на x от нуля, плюс интеграл от нуля до t, от нуля до t, ну, а здесь будет e в степени минус s, у от s, ds, у от s тут тоже оптимальная, представим, что вот это есть оптимальная траектория, представим, что есть, значит, подставили управление оптимальное, x от нуля оптимальное, то все тут оптимально, то есть вот пока, даже не оптимально пока, а экстремально, ну, хотя оно автоматом и оптимально, все единственным образом, теорема существования есть, все есть, думать не о чем, поэтому здесь все выполняется, все что угодно, поэтому, значит, можно сразу говорить об оптимальном управлении, можно сразу, хотя, вообще говоря, это экстремальное, тут надо аккуратно работать, значит, ну, поехали, e в степени t, значит, x от нуля из принципа максимума, 3π0 плюс π на π от нуля, я просто повторяю, что мы в суматохе, в прошлый раз, значит, π π от нуля и плюс, значит, что там будет интегральчик, от нуля до t, ну, здесь будет e в степени минус sа, ну, а у от s, как вы помните, это ψ, а ψ, вон написано, что это, это будет e в степени sа на ψ от нуля, на ψ от нуля до t, до t. Подставили оптимальное управление, совпадает с ψ, формула для ψ написана, ну, и дальше, что тут у нас, здесь все ушло, это единичная матрица, понятное дело, ну, проинтегрировали, ну, и сразу можно выписать, что это есть, равняется, e в степени tа, e в степени tа, ну, здесь 3π0, ну, а складывается, оттуда пойдет t, значит, можно написать, π плюс t, π плюс t на ψ от нуля, на ψ от нуля. Ну, вот, что происходит на оптимальном управлении, да, что происходит, значит, ну, и дальше, это мы воспользовались пока 1, 2, 1, 2, теперь вот пользуемся 3, замыкаем через 3, значит, пишем, что в момент времени t1, x от t1, теперь равняется, e в степени t1a, t1a, на пдс, пдс, спасибо, вопрос правильный, абсолютно, пдс, конечно, пдс, можно пдт писать, но это плохо, лучше другую букву, я помню эти споры у нас, которые можно или нельзя, лучше не надо, лучше не надо, это самое, и так, пи 0, 3, пи 0, значит, здесь получится плюс, пи плюс t1, пи плюс t1 на пси от нуля, это с одной стороны, ну, а замыкаем мы вот на вот эту формулу, с другой стороны, это есть минус пи на пси от t1, минус пи на пси от t1, ну, а пси от t1, вон у нас формула есть, минус пи, на, значит, что там будет, на e в степени t1, а, на пси от нуля, на пси от нуля, ну, дальше, понятно, применяем обратную матрицу, да, применяем обратную матрицу, к вот этим двум, тем самым формулам, которые у нас тут идут, значит, умножаем на e в степени минус t1, а невырожденная матрица, ну, невырожденная лучше написать, понятно, что невырожденная, получаем следующее, из уравнения замыкания, 3пи 0, ну, плюс пи плюс t1, на пси от нуля, равняется минус пи на пси от нуля, переносим все влево или вправо, без разницы, я уже не помню, я, наверное, ну, давайте сюда перенесем, и минус выбросим, это неважно, минус 3пи 0, куда минус брать, а здесь будет минус 3пи 0, это я что сделал, это я это направо, нет, это я не на минус 3пи 0, у нас как получилось, просто перенесли, да, это направо, пишу слева, ну-ка, разберетесь, 2пи плюс t1 на пси от нуля, можно минус поставить хоть здесь, хоть здесь, неважно, перед вектором, перед вектором можем это самое, писать минус, ну, ясно, что сделали, да, ну, скажем, вектор сюда, а это сюда, но написали наоборот, ничего страшного, как видите, здесь еще куча неизвестных, пси от нуля, t1, но мы здесь пользуемся тем, что вот здесь нас что выручает, что вектор мы знаем норму пси, и два вектора равны, значит равны их нормы, ну, и тогда берем нормы обоих, получаем следующее, 3пи, 3пи равняется 2пи плюс t1, ну, формально по модулю, модуль, конечно, можно не писать, ну, бог с ним так сказать, формально по модулю напишем, тогда для t1 остается две возможности, поэтому мы воспользовались, что пси от нуля по норме принадлежит единичной сфере, где-то я это писал, вот, да, воспользовались вот этим обстоятельством, то есть его норма равна единице, ну, а дальше, собственно, для t1 две возможности, t1 равно чему тут минус 5, как-то не верится, пустой корень, ну, и t1 равно пи, ну, понятно, что он только один, 5пи, да, минус 5пи может быть, ну, и t1 равно пи, значит, остается единственный вариант, ну, и вот оно время, которое мы уже знали, на самом деле, из других соображений, когда мы рассматривали эту задачу, ну, вот здесь оно вот найдено по классической, так сказать, полной схеме принципа максимума, полной, ну, как только мы это нашли, ну, подставили сюда и нашли psi от нуля, значит, давайте, пошел карточный домик, значит, это самое, psi от нуля находим тогда сразу, вот psi от нуля вектор равняется, ну, что будет, минус 1, 0, вот он, psi от нуля, psi от нуля векторочек вот из этой формулы, подставили сюда пи, поделили на 3 пи, получили минус 1, 0, получили минус 1, 0, то есть сразу получили вектор, psi от нуля, по psi от нуля сразу получили x от нуля, правильно, по psi от нуля получим x от нуля, где он у нас, вот он, это получится вектор 2 пи 0, это получится вектор 2 пи 0, значит, точка старта, точка старта, вот она, вот мы ее определили, вот эта точка старта, вот отсюда оптимальная траектория стартует, отсюда оптимальная траектория стартует. Вот точка старта определена, ну дальше конечную можно точку, при том же желании, значит, psi от t1, это есть, что такое, это есть у нас, значит, минус пи, нет, psi от t1, какой там минус пи, это я круто беру, psi от t1 не будет, минус пи это просто будет, это я это писал уже, вот оно, да, это просто е в степени пи, а на psi от нуля, psi от нуля тиреизвестно. Ну давайте эту матрицу запишем, значит, косинус пи, синус пи, минус синус пи, косинус пи, ну на вот этот векторочек, минус 1,0, минус 1,0. Понятно, что вот эта матрица, это минус единичная, минус единичная матрица умножается на вектор минус 1,0. Ну получаем вектор 1,0. Вот нашли psi от t1, вот нашли psi от t1, это вектор 1,0. Ну тогда вы сразу смотрите сюда, давайте напишем где-нибудь, и так, psi от t1, просто вот здесь напишу, и так мы выяснили, psi от t1 это то же самое, что psi от пи, psi от пи имеет вид 1,0. Ну отсюда понятно, x от t1, x от t1 или x от пи, x от пи. И вот по той формуле, которая у нас написана, вот она, ну получаете, что x от t1, это есть минус пи, 0. Минус пи, 0. Минус пи, 0. То есть в конце пути, в конце пути мы попадаем вот сюда. Ну что мы уже и так знаем, в принципе. Ну вот начало, вот конец. Этот конец мы уже определяли с вами, значит, из других соображений совершенно, ну неважно. Определили, значит, ну, собственно, ну давайте еще найдем управление, что ли, я так сказать, раз уж распошла такая. Значит, и так мы вот определили начальную точку, конечную точку. Ну давайте найдем оптимальное управление, оптимальную траекторию, что ли, все готово, чтобы это сделать, ничего не мешает. Сейчас я, значит, это вот наша траектория. Давайте ее оставим. Значит, можно вот это условие замыкания стереть. Сейчас мы это, я давайте здесь сотру. Вот пи от нуля оставим. Пи от нуля пригодится. Ну а теперь давайте просто оптимальное управление. У от т, это есть, что у нас, е в степени та на пи от нуля. Ну, значит, что это будет? Косинус т, синус т, минус синус т, косинус т. Умножить на вектор, так какой там, минус 1,0, наверное, да, пи от нуля, да. Это минус 1,0. Значит, на этом получаем минус косинус т, синус т. Вот оно, оптимальное управление. Видите, гладкие, прекрасные функции, в зависимости от времени, вот так себя ведут. Значит, минус косинус т, синус т. Ну и траекторию теперь, как говорится, вот у нас траектория, значит, собственно, написано, да, давайте x от t, оптимальную траекторию для управления вообще не нужно. Значит, это что будет? Вот эта матрица, е в степени та, пока давайте ее преобразуем. Здесь что получится? Вектор 3п0, здесь плюс 2п, нет, плюс пи плюс т, виноват, почему? Это я. Плюс пи плюс т, пи плюс т на вектор минус 1,0. На вектор минус 1,0. Сейчас мы чуть-чуть преобразуем для красоты. Е в степени та, здесь что будет? Вектор 2п минус т, 2п минус т, ну, здесь 0. Понятно, так, правильно я? Да, 2п минус т, 0. Ну и можно 2п минус т вынести, 2п минус т за знак вынести. Здесь будет е в степени та на вектор 1,0. На вектор 1,0. Ну, вот так, например. Ну, и теперь вот можно вернуть. Равняется, вот теперь можно и посчитать. 2п минус т. Ну, опять возвращаем матрицу, косинус т. Что там, это у нас е в степени та. Да, это здесь у нас. А, у меня здесь просто. Осечка, понятно. Значит, косинус т, синус т. Значит, минус синус т, косинус т. Ну, и на вектор 1,0. На вектор 1,0. Ну, получается 2п минус т. Вот она, траектория, наконец, окончательно. 2п минус т умножить на вектор косинус т минус синус т. Вот это оптимальная траектория. Ну, как видите, она тоже бежит по окружности. И управление бежит, и траектория бежит. Ну, каждая по своей. Ну, можно теперь геометрически посмотреть. Так как у нас все готово. Все это я стираю, выстрелило все. Давайте посмотрим, как, значит, ну, просто чисто технически. Берем t равно 0, да, посмотрим, как движение происходит. t равно 0. Значит, тогда x от 0 мы уже знаем. x от 0 у нас вектор 2п0. Давайте найдем x с точкой от 0. В каком направлении мы движемся? В каком направлении мы движемся? Откуда мы найдем x с точкой от 0? Да вот из этой формулы. Вот из этой формулы у нас получается, что? Что это матрица А умножить на x от 0 и плюс u от 0. И плюс u от 0. Вот это наш вектор скорости. Ну, давайте его найдем сейчас. 0,1 минус 1, 0 умножается на, что там, x от 0. x от 0, это будет 2пи, а, ну, естественно, да? Что там думать? 2п0 и плюс u от 0. Вот u от 0 надо посчитать. Это будет минус 1, 0. Плюс, минус 1, 0. Ну, давайте смотреть. Значит, первая строка 0, значит, получается минус 1, минус 1, минус 2пи. Вот он, вот он вектор скорости. Минус 1, минус 2пи. Как его нарисовать на картинке? Теперь я давайте пси уберу. Пси нам уже неинтересно. И все это уже выстрелило. И большой роли не играет уже для нас. Теперь нас интересует оптимальное. Итак, вот наша точка. И вектор скорости следующий. Минус 1. Надо отступить минус 1 сюда. и опуститься на минус 2пи. Вот это будет там минус 2пи. Ну, вот он вектор скорости. Как-то так. Вот он вектор скорости. Это означает, что наша траектория, ну, по касательной, пошла сюда. Пошла сюда. Вот оптимальное движение пошло в этом направлении. Оптимально. Ну, давайте посмотрим, что происходит при t, равном пи пополам. Значит, я теперь беру это, значит, t равно 0, t равно пи пополам. t равно пи пополам. Ну, понятно, чтобы считать легко был. x только от пи пополам. x от пи пополам. Давайте искать. Это, значит, будет что? Где у нас x? Вот он. Это будет 3пи на 2 умножить на 0, минус 1. 0, минус 3пи пополам. Это, значит, 0, минус 3пи пополам. Точка. Вот она, x от пи пополам. То есть, если вот эта точка минус пи, вот эта точка минус пи, то минус 3пи пополам где-то здесь. Это срединка. Это минус 3пи на 2. Вот через эту точку мы сейчас пройдем. Мы сейчас пройдем. Ну, сейчас мы вектор скорости в ней найдем. Поймем, что там происходит. То есть попадем мы в момент пи пополам, будем здесь. В момент пи пополам, будем здесь. Давайте вектор скорости найдем x точкой в точке π на 2. Соответственно, я уже сразу матрицу 0,1, минус 1, 0, на 0, минус 3π на 2, 0, минус 3 и плюс. Значит, в π пополам нам надо найти управление. Это будет 0,1. Это будет 0,1. Значит, умножили, что там получится. Первое – это будет минус 3π на 2 вроде бы, да? А второе – единица. Второе – единица. Минус 3π на 2 – единица. Вот вектор скорости. Это что означает? Надо уйти влево на минус 3π на 2, где-то досюда дойти, 3π на 2, и подняться на единичку. Вот вектор скорости. Вот он. Вот вектор скорости. То есть все уже начался подъем. Обратите. Это значит, когда мы пришли вот в эту точку, дальше мы начинаем все подниматься. Начинаем подниматься. То есть до этого спускались. Видите, вот вектор скорости показывает. Мы там спускаемся и идем, а здесь начали подниматься. Ну и в последний момент, давайте посмотрим. Просто так ради интереса. Когда мы попали в последнюю точку, значит, x точкой в точке π. Значит, x от π мы уже тоже знаем. Где он у нас? x от π минус π 0, поэтому можно всю эту матрицу 0,1 минус 1,0 на минус π 0. И плюс управление у нас чему равняется в точке π. И это будет, что там, 1,0. 1,0. Ну, соответственно, это будет 1. Значит, 1π, что ли, да? 1π. Получается 1π. Ну вот под таким вектором скорости, значит, это 1. Сюда там куда-то. И π поднялись. Ну вот сюда. Вот он вектор скорости. Вот он вектор скорости. Значит, ну, как-то она загнется и вот так попадет. Ну, по касателям к вектору скорости. Вот она, оптимальная траектория. Примерно. Ее вид. Примерный вид. Значит, оптимальной траектории на блоскости. Вот по векторам скорости, ну, как вас учили, там помните метод изоклин, там, ну, у кого было. Просто по векторам скорости можно построить примерную картинку. Примерную картинку. Как ведет себя траектории. Ну, здесь задача, говорю, настолько она приятная, то есть так ее сформировали, что здесь чего только не придумать. Понятно, что это вот чисто классический подход. Значит, из принципа Махт. Ну, ничто вам не мешает здесь применить и геометрический подход. Он все даст. Ну, думаю, что вектор скорости вы понимаете. Для этого давайте вспомним. Мы с вами имели следующий вид. Значит, это, если мне… Мы уже с вами искали, что множество достижимостей х от Т в этой задаче имеет вид шарик радиуса r от Т с центром в точке А от Т. С центром в точке А от Т. Значит, здесь r от Т – это π плюс Т равнялось π плюс Т. Ну, а А от Т, по-моему, это было, значит, что 3π умножить на косинус Т минус синус Т. То есть, бежал, значит, центр множества достижимостей, бежал вот по этой окружности. Ри π минус 3π вот по этой окружности бежит. Здесь тоже, значит, по этой окружности он бежит. Значит, я правильно сейчас соображу. π пополам, да, будем там. Будем там, где надо. Да, это, значит, множество вот достижимостей. И, значит, что у нас? Есть множество управляемости z от Т, которое было равняется шарик 2π минус Т от нуля. 2π минус Т меняется от нуля до π. От нуля до π. Значит, ну и тогда вы, значит, что? Мы с вами выясняли, что множество достижимостей x от Т, пересеченное с m1, всегда было пусто, когда Т было больше либо равно нулю, меньше π. Ну, просто множество достижимостей не могло дотянуться. Множество достижимостей. Помните, мы рисовали, ну, не хватало. В каждой точке мы там, это шары такие вот бегут с центром по этому. И нам чуть-чуть не хватало. И первый раз нам хватило как раз вот здесь, там в этой точке. Вот это множество достижимостей коснулось множества управляемости, ну, в данном случае m1. То есть, итак, x от π, значит, это что у нас? x от π, пересеченное с m1, в первый раз не пусто. Это есть просто точка. Какая точка там с координатами? Минус π0, ну, два шарика взяли, минус π0 с координатами. Ну, и тогда очевидно, что время быстродействия π, а x от t1 равно минус π0, чисто геометрически. Чисто геометрически. Это самое. x от t1, то есть, конечное, других вариантов нет. Тут только одна точка у нас. Это самое, поэтому x от 1. Ну, а дальше все, поехали. π от t1, значит, что будет? Это будет минус единица на π и x от t1. x от t1. Ну, и вот вы получаете π от t1 задаром. Это из условия трансверсальности. Значит, получаете 1, 0. Ну, и все. Дальше π от 0, все траектории, все повторили. Все повторили. То есть, это вот здесь можно решать как по-честному, так и геометрически. Не вопрос. Не вопрос. Не понятно, что легче, непонятно, что проще. Значит, это уже вот в этой задаче все. Просто можно демонстрировать все эффекты. Что мы на границе, там, сям. Никто не мешает. Просто лафа. Так сказать, ну, что же, так сказать, сейчас мы поставим зад... Значит, теперь контрольный пример номер 2, да, докторская диссертация американского ученого, значит, это самое, с которой когда-то все начиналось. Так сказать, это самое. Это следующая задача. Это пример номер 3. Ну, он очень похож. Тут мы чуть-чуть. Пример номер 3. Давайте здесь запишем. Пример номер 3. Мы уже профессионалы, поэтому... Значит, то что? Система не меняется. Матрица колебаний маятника. В момент времени 0, ну, давайте снова 0. Неохота ерундой заниматься. Х от 0 равняется, ну, какая-то точка АБ. Произвольная. Произвольная. А попадаем мы, ну, чтобы не иметь проблем, попадаем в начало координат. Будем успокаивать маятник в точке 0,0. Именно этой задаче посвящен фильм, который у вас будет немножко увидеть. Он сделан в форме детектива. Это математический детектив. Посмотрите его. Ну, и, значит, область управления У. Это традиционно у нас У из Е2. У из Е2. У1 равно 0. У2 по модулю не превосходит единицы. У2 по модулю не превосходит единицы. Вот все изменения. То есть предыдущий вариант. Значит, матрицы остался. Матрица А0,1, матрица колебаний маятника математического. Минус 1,0. Линейная аппроксимация. Ну, У1. Это так просто стоит для красоты. Реально его нет. Просто У2 по модулю. И надо попасть из произвольной точки в начало координат. То есть хотим успокоить маятник. Ну, мы уже знаем, условия трансверсальности в этом случае пустые. И так, ну, хорошо, это мы знаем, и на этом передохнем. А что мы узнаем дальше, давайте. После перерыва, 5 минут перерыв, пойдем дальше. Вы знаете, что я Казахстанского федерала по поводу зачетов. Мы хотели узнавать расписание. Я вам скажу, вас лично уточнить. Скажешь, что у нас только 25 числа. Наша группа может сдавать. Почему? Вы же приписаны к разным группам. Да, но нам скажут, что Казахстанский федерал должен все вместе сдавать. Нет. Я вам разрешаю сдавать когда угодно и со всеми группами приписанными. А кто не приписан к группе, может прийти, когда хочет. А, все. Когда хочет. Ну, все. Мы доказали, получается, нашли оптимальное решение. Так. Когда мы так измерили его существование? Существование просто теорема. Все условия теоремы существования выполнены. Там же у нас был T большой, который больше. Существует какое-то большое. А вот почему в данной задаче нет? А начиная, помните, мы проверяли условия управляемости. И начиная от Пи, у вас для любого Ти, у вас будет множество. Это тогда еще мы проверили. Тогда мы проверили, что у нас с этих времен, как собак не резаных там, при любом времени больше Пи у нас. То есть берите любое Ти, и у вас все будет в порядке. А можно и достаточным условием здесь тривиально выполняется условие локальной управляемости. Здесь можно все проверить. Здесь можно все проверить. Когда переходим к такой формуле для множества достижимости. Мы здесь можем написать О, потому что мы рассматриваем, как допустимое управление всеизмеримое. Да, совершенно верно. А если бы мы рассматривали другой класс, у нас бы уже эта формула была не верна. Ну, надо бы его тогда просто... Конечно, надо аккуратно описать. Если вы работаете с измеримыми, здесь интеграл Лебега, понимается. Если работаете с кусочной непрерывной, можно Риммана понимать. Но это разные интегралы. То есть и множество могут быть разные. Вот только изменили класс формально у большой одно и то же. Ну, если получается, вот эти однозначные ветви, они тоже будут из разных. Конечно, конечно. И хватит только измеримых, чтобы... Абстрактно. Хватит только измеримых. Там, если Риммана брать, могут быть дырки. Не все точки границы попадут. Не все точки границы попадут. Сегодняшняя лекция в текст выйдет? Нет. Это в следующей. А там концовка. В смысле, тут только начало попадает. Там все заканчивается локальной управляемостью. Это конец. Потому что это оптимальное управление. Это уже для другого. Это уже для другого. Еще вопрос на вопрос. А в каких условиях необходимые условия локальной управляемости не является достаточным? Просто вроде как почти всегда, если эпсивон мало, то... Сейчас. Если вот это выполняется, это и есть необходимое условие локальной управляемости. Правильно? Но если, значит, так как это необходимое условие, то есть если есть локальная управляемость, то тогда это имеет место. А вот достаточно, ну, там нужна выпуклость. Вот если множество... А это разве не есть, ну, как бы определение? Это определение локальной управляемости, что у вас есть шарик, и это... Ну, а отсюда вытекает вот это необходимое условие. Вот это будет... Если множество М1 еще выпуклое, тогда вот это становится необходимым условием локальной... А достаточным оно станет... В смысле, это для любого компакта необходимое условие. А достаточным станет, когда М1 выпуклое. А, понятно. Вот тогда. Если М1 выпуклое, это и достаточные условия локальной управляемости. А у нас во всех задачах сейчас выпуклое. Конечно. А, мы не выпуклое это. Это слишком круто, но только для каких-нибудь примерчиков. Когда хотите, да, достаю. Да, достаете. Нет, нет. Пожалуйста, я разрешаю. Так, ну, контрольную минуту даем, и дальше пойдем. Контроль. И так даются. Продолжение следует. Давайте продолжать. Итак, у нас, значит, наша задача поставлена из-за того, что, значит, наши начальные и конечные множества, одноточечные множествами являются, ну, условия трансверсальности нам ничего не дают. В данном случае. Значит, только принцип максимума. Ну, давайте его выпишем. У от Т на Пси от Т скалярно равняется опорная функция к множеству У большое в направлении Пси от Т. В направлении, ну, верно, для почти всех Т на отрезке Т0, Т1. Ну, записали скалярное произведение. У1 равно 0, поэтому так же, как 1 в 1, как в задаче о тележке, получаем У2 на Пси 2 равняется модуль Пси 2 от Т. И так же, как в задаче о тележке, значит, мы с вами получаем, что оптимальное управление может принимать только вот такие значения. Плюс 1, когда Пси 2 от Т больше нуля. Минус 1, когда Пси 2 от Т меньше нуля. Ну, и наиболее, как говорится, неприятный случай. Это как бы произвольная точка, я ее так формально пишу. Любая точка из отрезка минус 1 на 1, когда Пси 2 от Т равно нулю. Ну, то есть, вот и все. Вот все, что мы можем извлечь из принципа максимума. Вся информация. Ну, ни много, ни мало. Мы выкинули, конечно, огромное количество функций, но огромное количество функций осталось. Огромное количество функций осталось. Поэтому принцип максимум не панацея. Дальше надо, значит, извлекать информацию из самой задачи. Ну, давайте что? Так как в деле участвует сопряженная переменная, давайте оценим сопряженную переменную. Смотрим сопряженное уравнение. Пси с точкой равняется минус А со звездочкой Пси. Ну, или просто АПси. АПси. Значит, в нашей ситуации. Ну, здесь получится Пси 1 с точкой равняется Пси 2. Пси 2 с точкой равняется минус Пси 1. Минус Пси 1. Вот сопряженное уравнение. Ну, простейший способ решения у нас какой? Значит, нам все равно нужно в Т. Давайте мы, значит, что сделаем? Продифференцируем Пси 1 две точки. Это есть Пси 2 с точкой. А Пси 2 с точкой равно минус Пси 1. Значит, получаем Пси 1 две точки равняется минус Пси 1. Вот такое уравнение для Пси 1. Ну, или Пси 1 две точки плюс Пси 1 равняется нулю. Ну, вы знаете, что лямбда отсюда получает плюс-минус И, комплексно сопряженных два. Ну, и тогда Пси 1 от Т. Пси 1 от Т можно записать как С1 косинус Т, например, плюс С2 синус Т. Ну, нас больше интересует Пси 2 от Т. Ну, Пси 2 от Т – это Пси 1 с точкой. Пси 2 от Т – это Пси 1 с точкой, поэтому это есть минус С1 на синус Т плюс С2 на косинус Т. На косинус Т. Вот что такое Пси 2. Ну, можно это преобразовать. Значит, скажем, что там, это где-то Пси 1. Вот наше решение. Значит, отсюда константы определяются начальными условиями Пси 1 от 0 и Пси 2 от 0. Ну, давайте представим на минуточку, что у нас возникает вот такая ситуация. Представим на секунду, что есть интервальчик Т от альфа до бета, альфа меньше бета, такой, что Пси 2 от Т – тождественная 0 на этом интервальчике. Ну, в силу функциональной независимости функции синус и косинус, ну, очевидно, отсюда будет вытекать, что С1 равно С2 равно 0. Это единственный вариант. Это единственный вариант. То есть начальное условие Пси от 0 – это 0. Ну, и значит, Пси от Т тоже 0. Пси от Т как вектор Пси от Т, вектор Пси 1 от Т, Пси 2 от Т, ну, он нулевой. Ну, а это противоречие с принципом максимум Пантрягена. Противоречие с принципом максимум Пантрягена, который утверждает, что такого быть не может на оптимальной траектории и на оптимальном управлении. Там всегда найдется нетривиальное решение, сопряженные перемены. Ну, мы облегченно вздыхаем с вами и забываем про третье условие. Это множество мер и 0. Неинтересно. Неинтересно. Там теперь интересно, что мы можем с Пси 2 сделать. Давайте более внимательно его. Ну, что мы можем сделать? Например, вынести за скобочки, так как какая-то из констант не равна 0 обязательно, то выносим там за скобки С1 квадрат плюс С2 квадрат. Ну, можно через Пси отнуляет. Не играет роли. Значит, получаем, что... Ну, тут... Значит, можно и минус вынести... Сейчас только умножить, да? Давайте и минус вынесем красоты для... Тогда получится С1 на корень из С1 квадрат плюс С2 квадрат, который все определяют с начальными условиями. Это синус Т. Ну, а минус, соответственно, С2 поделить на корень из С1 квадрат плюс С2 квадрат. Это косинус Т. Ну, понятно, что это есть. Значит, это есть минус корень, какая-то константа С1 квадрат плюс С2 квадрат. А здесь получается синус Т плюс Фи. Т плюс Фи по формуле минус Фи скорее. Т минус Фи. Ну, если мы хотим сблюсти там некоторые эти самые, ну, Фи минус Т. То есть, как видите, в зависимости от константа, ну, Фи – это сдвиг, значит, тоже зависит от константа, конечно. И какая-то амплитуда, которая вообще никакой роли не играет на знак. Которая вообще никакой. Значит, таким образом, что мы с вами видим? Что Пси 2 Т – это есть сигнум, знак, ну, вот такой функции. Синус Фи минус Т, если знак минус внесем, ну, большой роли это не играет, определяется синусом. Определяется синусом, значит, это самое. Ну, если там Фи равно нулю, там знак перфидели, то получаем следующее, значит, давайте посмотрим, как же структурно ведет себя управление. Чем характерен синус? Скажем, если Фи нету, ну, знак минус там куда-нибудь убрали, скажем, если Фи равно нулю, представим себе, то мы что знаем? Что у нас сначала синус там положительный, а потом, ровно через время Пи, знак поменяется. Знак Пи. У 2 Т равно Т равно сигнум. Да, У 2, конечно. Спасибо, Никит. Правильно, готовился. Это У 2 Т. У 2 Т равно сигнум. Совершенно верно. Это наше оптимальное управление. Правильно, меня надо контролировать. А то, знаете, на радостях тут такое она говоришь. Итак, значит, сигнум этого синуса, значит, как же ведет себя, значит, если, скажем, просто синус, да, просто синус Т, как себя ведет? Мы знаем с вами, что он там меняет свой знак, меняет свой знак ровно через время Пи. Ровно через время Пи каждый раз, значит, меняем. Более того, ваша сдвижка, если прибавить Фи, она влияет только на начало. То есть на начале, вот если у нас, тогда на время, ну, давайте так, выпишем, что происходит. Вот если у нас наш, так сказать, синус Фи минус Т, он может принимать значения плюс 1 и минус 1. При этом, при этом, на участке от 0 до Пи у вас переключение, то есть в 0, вы можете обратиться где угодно. То есть сначала, скажем, на каком-то управлении может иметь вид У2 от Т сначала плюс 1 на отрезке при Т от 0 до альфа. Там какого-то альфа меняется от 0 до Пи. Альфа меняется от 0 до Пи. Значит, потом обязательно знак сменится, когда Т принадлежит от альфа до, соответственно, чего? В зависимости от ситуации, значит, если у нас время достаточно большое, если у нас время там, ну, здесь где-нибудь находится, тогда следующее переключение, вот если это альфа, то следующее переключение обязательно будет в точке Пи плюс альфа. Ровно через время Пи будет меняться, которое будет определяться вот этим Фи. Будет определяться Пи плюс альфа. Пи плюс альфа. Значит, оно, естественно, сначала будет минус 1, потом плюс 1. Ну, дальше, как вы понимаете, в точке Пи плюс 2 альфа снова поменяется в точке Пи плюс 3 альфа. И вот до время Ти опять на участке длины меньшим Пи. Да, альфа плюс 2 Пи. Правильно. 2 Пи плюс альфа. 2 Пи плюс альфа. Значит, здесь побежала, это будет точечка 2 Пи плюс альфа. 2 Пи плюс альфа. Ну, соответственно, это точка 3 Пи плюс альфа. 3 Пи плюс альфа. Ну, и вот на этом участке последнем, от 3 Пи плюс альфа до Т, ну, вот этот отрезочек обязательно меньше Пи. Обязательно. Ну, и наоборот. Он сначала, может, там плюс 1, я выбрал ситуацию, минус 1. А может, и наоборот все. Все то же самое, только в начале минус 1, потом плюс 1. Все побежало. Главное, структура, она не меняется. Значит, давайте здесь напишем плюс 1, когда Т меняется от Пи плюс альфа до 2 Пи плюс альфа. Вот мы так выбрали. Здесь там минус 1, когда Т меняется от 2 Пи плюс альфа до 3 Пи плюс альфа. Ну, а вот здесь последний участок. Т меняется от 3 Пи плюс альфа до Т. И вот этот участок, его длина Т минус 3 Пи плюс альфа, ну, она меньше Пи, принадлежит от нуля до Пи. Принадлежит от нуля до Пи. Может, нулю равняться, может Пи равняться, но не более того. То есть, либо все равномерно, красиво, либо на начальном и конечном участке дозволено быть немного меньше. Ну, то есть, вот два варианта. Оптимальное управление первой, ну и точки наоборот. Не буду их писать, потому что достаточно понятно. Поменяли. Вот что позволяет себе оптимальное управление, глядя на Пи 2. Вот эту информацию мы извлекли. Ну, дальше давайте это самое. Все то же самое, как и раньше. Теперь посмотрим, а как ведет себя оптимальная траектория в этих ситуациях. Ну, выбираем эти две ситуации. Первая. Пусть у 2, например, от Т, тождественно равно плюс 1. Плюс 1. Тождественно равно плюс 1. Смотрим, что получается. x1 с точкой равняется x2. Ну, x2 с точкой равняется минус x1 плюс 1. Плюс 1. Ну, поделили друг на друга. Значит, что тут будет? dx1 на dx2. Если мы хотим посмотреть на фазовые плоскости, естественно. x2 на, значит, минус x1 плюс 1. Ну, перемножили там минус x1 плюс минус 1 на дифференциал x1 равняется x2 до x2. Ну, интегрируем. Значит, что тут получается? Минус x1 минус 1 в квадрате пополам. Значит, что тут дальше равняется? x2 в квадрате пополам. Ну, и давайте минус c1 пополам. Минус, можно c1 в квадрате. Написать c1 в квадрате пополам. Ну, откуда получаем первое уравнение фазовых портретов? Значит, x1 минус 1 в квадрате плюс x2 в квадрате равно c1 в квадрате. То есть, как видите, на фазовой плоскости это будет уравнение окружностей. С центром в точке 1,0. При управлении плюс 1. Ну, давайте сделаем рисуночек. Это мы разобрались со структурой оптимального управления возможного. Ну, теперь давайте делаем рисунок. Итак, первая ситуация. Значит, у нас есть точка 1,0. 1,0. Ну, и, значит, эти самые... Давайте... Вот они, окружности с центром в точке 1,0. Среди них вот есть такая, такая, ну и так далее. Ну, вопрос. А движемся мы как? По часовой или против часовой? По этой окружности. Значит, остается вопрос. На направлении двигаться мы можем по часовой и против часовой. Как определить? По вектору скорости, конечно. Ну, давайте возьмем какую-нибудь точку там. Ну, там 2,0, например. Вот эту вот точечку возьмем. И найдем вектор скорости. В этой точке 2,0. 2,0 вектор скорости. Ну, поехали, значит, подставили. Значит, эту... Это я напоминаю на всех, что такое вектор скорости. Это x1, x2 с точкой, взятой в точке 2,0. Взятой в точке 2,0. Ну, значит, он чему равен у нас 0 по x2, а здесь будет минус 2, минус 1. Минус 1. Значит, итак, 0, то есть мы стоим и опускаемся вниз. Вот он вектор скорости. Да, вот он вектор. Ну, значит, понятно, что движение происходит по часовой стрелке. По часовой стрелке. То есть по вектору скорости определили. Ну, значит, все вот они движутся вот так. Все движутся вот так. И полный оборот делают за время 2π. Полный оборот делают за время 2π. Обычный, значит, это сам. Ну, теперь давайте то же самое проделаем для минус 1,0. Так, я вектор скорости сотру. Думаю, что все просто вспомнят это. Ничего хитрого. Ну, теперь давайте так стирать. Давайте сотрем. Он у нас написан, что бывает. Сейчас вторую ситуацию просто уже покороче разберем. Вторая ситуация – это когда у 2, тождественно, минус 1. Минус 1. Минус 1. Так, в этой ситуации у нас что? х1 с точкой равно х2, х2 с точкой равняется минус х1, минус 1. Ну, как вы понимаете, это что будет? Я так напишу. х1 плюс 1 в квадрате плюс х2 в квадрате, нетрудно проверить, равняется х2 в квадрате. Вот что. Какие-то траектории возникают. Это то же самое. То есть проводим схему, поделили друг на друга. Значит, и проинтегрировали примитивным образом. Ну, соответственно, давайте я вот здесь нарисую. Это х1, х2. Значит, как ведут себя возможные оптимальные траектории с управлением минус 1. Это центр у них минус 1, 0. Это тоже окружности. Тоже окружности. Ну, понятно. Я вот так нарисую. Ну, вот такие окружности. Ну, и понятно, что движение происходит то же самое. По часовой то же самое. Берете вектор скорости, ну и движение осуществляется по часовой стрелке. По часовой стрелке полный оборот за время 2π. Значит, с центром в точечке минус 1, 0. Ну, вот такого, значит, у нас такие окружности. С центром в точке минус 1, 0. Ну, а радиус определяется начальной позицией. Радиус определяется начальной позицией. Ну, а дальше все. Мы готовы. Вот, получили информацию. Теперь надо строить оптимальный синтез. То есть строить оптимальные траектории и управление. Ну, давайте сейчас попробуем это выполнить. Вот здесь сделаю. Сейчас попробуем длинненько нарисовать. Итак, x1, x2. Ну, прежде всего, давайте поставим вопрос. А из каких точек фазовой плоскости x1, x2 мы можем попасть в начало координат без переключений? Только с управлением плюс 1 или с управлением минус 1? Вот только с таким управлением. Вот видно, что, например, с управлением плюс 1, это вот здесь, плюс 1, мы можем попасть вот только из точек вот этой окружности. Только из точек. Вот только она проходит через точку 0,0. Все остальные не могут. Но у нас еще ограничения есть. Мы должны за время попасть меньше π, потому что если время будет больше π, то мы обязательно переключимся. Так там говорит принцип максимума, что нельзя попасть за время меньше π. Получается только нижняя полуокружность. Ну, она у меня не совсем полуокружность, но похожа. Вот из нижней полуокружности мы можем попасть. То есть, если я рисую, давайте, 1, 2, 1, 2, ну и здесь что у нас? Минус 1. То есть, получается, что радиусом 1 надо провести полуокружность. Ну и вот все точки, из которых вот они нарисованы. Вот все точки, из которых я могу попасть в начало координат без переключений с управлением плюс 1. Причем движение идет по часовой стрелке. Движение идет. То есть, вот из этой точки, 2, 0, я попадаю ровно за время π. Ровно за время π. Ну, аналогичная ситуация для управления равного минус 1. Минус 1. Мы с вами видим, что единственная окружность, которая проходит через начало координат, это вот это. Значит, и попасть в начало координат мы можем только с верхней части ее за время меньше π. Ниже не можем. Ниже не хватит. Поэтому, значит, ну что, рисуем с вами минус 1, минус 2 и 1. Рисуем вторую полуокружность. Вот, как видите, линия АОБ в задаче x2 точки равна у. Во что превратить? Вот линия АОБ, там неважно, О поставим, АОБ ставить пока. Вот линия АОБ, она, значит, вот она нарисована. То есть, линия переключения. То есть, только вот из этих точек я попадаю без переключений. Только из этих точек я попадаю без переключений. Дальше мы делаем что? Ставим вопрос, а из каких точек фазовой плоскости я могу попасть в начало координат с управлением? Сначала давайте минус 1 возьмем, минус 1, а потом плюс 1 только с одним переключением. Только с одним переключением. Давайте посмотрим, из каких точек фазовой плоскости я могу попасть в это. Ну, что мы можем, значит, сначала нам надо включить, значит, что там, управление минус 1, да, управление, ну, скажем, я взял вот эту точку, вот эту точку взял, включаю минус 1, у меня побежало мое, мое это самое, и я, значит, что у нас, попадаю, то есть окружность радиуса с центром в точке минус 1, 0, вот такого радиуса, попадаю сюда, за время, очевидно, меньшее π, так как у меня π, где-то в другом немножко месте, надо ровно, точнее, из этой точки надо немножко по-другому, а, нет, из этой точки больше у меня получается совсем, то есть вот из этой точки, которую я нарисовал, как раз говорит о том, что это нельзя сделать, время больше π, получается, то есть у меня время π, вот оно, вот это время, вот, это время π, не хватит, видите, не хватает, это самое, то есть я должен переключиться раньше, это значит, мне надо подняться куда-нибудь сюда, условно, куда-нибудь сюда, и вот здесь, да, хватает, вот я могу время пробежать меньшее π, переключиться и попасть в начало координат. Ну, теперь вопрос, а с какого момента я получу ровно, и с какой точки я вот ровно попаду в эту? вот, из этой не могу, из этой могу, ну, значит, где-то между ними, да, где-то между ними эта точка располагается, как ее найти? Отразить относительно точки минус 1 относительно центра. Что отразить? Эту точку. Как? Ну, возможно, Никита правильно рассуждает, мне трудно сказать. Надо взять еще такую же полуокружность, понимаете, вот такую же полуокружность с центром в точке минус 3, 0, да, минус 3, 0, взять радиусы единицы провести, взять, провести точку радиуса единицы. И вот как раз вот из этой точки, если посмотреть, да, это будет ровно π, это будет ровно π, то есть вот относительно, надо симметризовать относительно точки минус 1, 0. Надо вот эту симметрию брать, Никита, относительно точки минус... А это как раз тогда даст вам вот эту полуокружность, вот эту полуокружность, И тогда, да, вот это первый шанс, когда мы попадем за время с одной точкой переключения. То есть вот тогда, да, вот это будет ровно π. Вот это будет ровно π. Мы попадаем. Ну, понятно, теперь уже все готово, чтобы построить область. Значит, последний удар будет в точке минус 4. Ну, с центром это сколько? Раз, два, три. Значит, надо раз, два, три. Где тут будет? Вот здесь это будет центр окружности. Проводим. Попадаем вот сюда. Ну, и та область, в которой мы попадем с управлением минус 1 плюс 1, это вот она. Вот это с одной точкой переключения. Из любой я попадаю за время меньше 2π. Время, равное 2π, вот оно из точки минус 4,0. Вот я прошел π, π. Одна точка переключения. Одна точка переключения. В остальных случаях будет меньше. Ну, понятно, так как здесь все симметрично, что происходит в случае наоборот, когда у 2 меняется с одной точкой переключения плюс 1, минус 1. Плюс 1, минус 1. Ну, рисуем точно такой же график, только нижний будет. Это здесь будет 3, здесь будет 4. Здесь будет 4. Ну, теперь все решает точка 1,0. Все решает точка 1,0. Давайте 1, 2, 3. Проводим, значит, соответственно, полуокружность. Ну, и вот она с точностью до моей красивой. Значит, можно написать вот так. Давайте вот эту область. Я обозначу 1, одна точка, минус, плюс. Минус, плюс. То есть здесь сначала минус, потом плюс. Минус 1, плюс 1. А эта область, это тоже одна точка переключения, только плюс-минус. Только плюс-минус, значит, вот так мы ее назовем. И это вот эта область. Взяли любую точку, включили сначала плюс 1, побежали по окружности, достигли линии переключений, попали в начало координат. Ну, вот она, вторая зона. Вот эта вот область. Ну, дальше, как вы догадываетесь, уже все понятно. Берем две точки, следующие. Точек здесь может быть сколько угодно, в зависимости от времени. Поэтому я рассматриваю следующую ситуацию. Две точки переключения, плюс 1, минус 1, плюс 1. Ну, и, соответственно, у 2 равняется плюс 1, минус 1, плюс 1. Ну, понятно, что мне делать. Вот, минус 4, минус 5, минус 6. Рисуем полуокружность. Ну, и даем. Вот она область. Соответственно, я уж не буду. И что там у нас? Минус, плюс, нет, это две точки. Минус, плюс, минус. Вот эта область с двумя точками переключения. То есть, вот, бежите по ней. Вот, раз, переключились, вот в эту точку попали, переключились. А здесь уже ровно π. А потом, ну, что получится? Что получится? Вот на 3π стартуем отсюда. Да, если дотянемся, вот до этой точки. Это с тремя π. С тремя π. Ну, и, соответственно, я еще один рисуночек сделал. 6. Ну, вот он. Это радиуса с точки 1,0. И, соответственно, и плюс, минус 2. Две точки, плюс, минус, плюс. Ну, дальше 3 пошло. И так далее. Вот это вот уж не буду писать. 3. Ну, здесь то же самое. 3 точки, ну, и сколько угодно. Сколько угодно. Вот она, видите, картина оптимального синтеза. С которой бились много лет. А теперь она выглядит совершенно заурядным образом. На основе всей той теории, которая была разработана попозже. Давайте посмотрим. Тут есть вот такая вещь, которая... Давайте посмотрим глобально. Вот у нас маятник колеблется. Ну, глобально это я круто говорю. Ну, просто пока технически наоборот. Наоборот. Смотрите, вот если посмотреть на эту картинку с точки зрения фазовой плоскости, то есть с точки зрения синтеза, обратите внимание, что мы всю плоскость разбили на участки, откуда мы точно знаем, сколько точек переключения и так далее. И фактически мы построили У2, которая зависит от Х1, Х2. У2, то есть построили синтез. Это, значит, управление в форме синтеза. В форме синтеза построить. В форме синтеза. Значит, формально, ну, что плохо здесь? Что управление разрывное, а хорошо то, что мы исключили время Т, и можем теперь, ну, работать вот так. Х1 с точкой равно Х2. Да, исключили, фактически, автономная система получилась. Х2 с точкой равняется, то есть мечта всех инженеров. Плюс У2 от Х1, Х2. То есть замкнули, и потом решать задачу каши, попадая в начало кардена. Это самое, сюда. Значит, вот такая замкнутая система. Но если посмотреть на вот эту функцию глобально, то смотрите, что получается. Практически везде, когда Х2, а это скорость, Х2 у нас больше нуля, обратите внимание, Х2 с точкой, а Х2 это скорость, а Х2 это Х с точкой. Х с точкой. Вот если Х2 больше нуля, то управление, обратите внимание, минус 1. Минус 1. Обратите внимание. Значит, если так глобально посмотреть, за исключением махоньких участков, вот этих вот. То есть везде здесь она минус 1, и только вот есть выродки, да. Махонькие участки, где плюс 1. И то же самое, когда у нас Х с точкой меньше нуля, у нас управление У2 равняется плюс 1. Это чему соответствует? Отклонился маятник в эту сторону, и мы его тормозим. Включаем управление противоположное. Включаем управление, чтобы его тормознуть. А если он в эту сторону отклонился, ну наоборот, он падает сюда, управление включаем туда. То есть кажется, естественно, да, кажется, все естественно. То есть только ломали, а получили простейший механический результат. Отклонился туда, тормози с той стороны. Все вроде бы, сколько копий сломано, да. А результат совершенно заурядный с точки зрения механики. Но что здесь самое интересное? Оказывается, есть участки, вот они. Самое интересное как раз вот эти вот махонькие участки. Они говорят, что чтобы быстрее успокоить, вам не тормозить надо, а наоборот толкать его чуть-чуть. Надо вот где-то близко к нулю, его надо подтолкнуть. Когда он окажется где-то в районе нулевой позиции, то его надо подтолкнуть, наоборот, чтобы он быстрее перешел. То есть переключить управление раньше. Не когда он перейдет в нулевую позицию и падать начнет, а когда он еще идет. Когда он еще идет, вот в этот момент надо переключить управление, и вместо того, чтобы тормозить изо всех сил, его надо подтолкнуть. И тогда время будет меньше. Когда-то, я помню, когда там это рассказывали, говорили, что были эксперименты, которые якобы это показали. Но я сколько нигде этих экспериментов не нашел, и не знаю, правда это или нет. Но факт забавный, на мой взгляд, такой вот с механической точки зрения, необычный. Как это самое, что мы должны немножко действовать, как бы не так, как кажется с позиции здравого смысла. Хотя большинство, конечно, говорит, действует именно так, как здравый смысл подсказывает. Так и надо. Так и надо действовать. Ну вот это, значит, у нас, значит, вот, кратко об этом чуть-чуть фильм будет. Увидите там, там, конечно, они молодцы, все красиво обыграли, но я думаю, теперь вам будет его легко смотреть. Легко смотреть, и там все просто. Ну, а чтобы это все подчеркнуть, значит, его важность, ну, буду на зачете спрашивать содержание, так же, краткое содержание, там, 20-минутного фильма, что ли. Не знаете, свободное, правильно? Все, смотрите, и все остальное. Так, ну, а мы давайте, значит, потихонечку вот все рассмотрение таких основных примеров закончили. Что нам осталось? У нас осталось соображение, помните, там, список вопросов, которые теория оптимального управления рассматривает. Это теорема единственности, ну, которая практиков никогда не интересует. Но нас, с точки зрения зачета, их будет интересовать. Потому что, как правило, на практике вас дайте нам хоть что-то оптимальное, а там, единственное, ну, какая разница. Ну, у нас мы посмотрим, значит, красивый геометрический подход, когда можно гарантировать единственность решения, значит, задач оптимального управления. Ну, и второй подход, посмотрим задачу с терминальным функционалом. Вот два таких у нас. То есть мы уже настолько разработали аппарат, что можем за одну лекцию взять еще одну задачу оптимального управления, уже не задачу быстродействия. То есть там уже хватит знаний, чтобы моментально, так сказать, с ней разобраться. Ну, а теорема единственности, я пару слов скажу, просто, она связана с чем? У вас основную роль играет принцип максимума. И не единственность у нас возникает где? У от Т, Пси от Т. Вот когда мы решаем вот это уравнение на максимум, то есть фактически нам нужен максимизатор. Ну, и понятно, что в условиях трансверсальности я только одно напишу, остальное то же самое. Пси от Т0. Значит, это равняется СМ0 на Пси от Т0. Значит, не единственность у нас сидит, то максимизатор может определяться не единственным образом здесь и здесь. Ну, и тогда всякие вопросы возникают. А как тогда доказывать, что других нет там и тому подобное? Вот, собственно, на следующей лекции мы посмотрим, как геометрически можно описать множество УМ0, чтобы, ну, вот, например, вот такая ситуация. Если вот так и дан вектор Пси, ну, все класс. Значит, это самое. Здесь точка единственная максимума. А если как-нибудь вот так, он здесь плоское что-нибудь, тот же вектор Пси, вот здесь, вот он. Вот он, значит, максимум достигается на целом множестве точек. Вопрос, а какая принципиальная разница между этими двумя множествами? Ну, вот в чем эта принципиальная разница, мы узнаем, так сказать, на следующей лекции. Ну, а сегодня, я думаю, рассмотрев последние два примера довольно красивых, значит, мы с вами заканчиваем. Все, ребят, спасибо. Вам удачи. Спасибо. И всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.